Тавла Трейл – это фестиваль бега с национальным колоритом. Именно так изначально позиционировали этот пробег организаторы. Для успешного проведения подобных мероприятий, как правило, нужны две составляющие. Хорошая, в меру сложная и живописная трасса, а также организация досуга для болельщиков, которых порой на подобных стартах собирается даже больше, чем участников. И Тавла Трейл с этими задачами справляется на 100%. Главными показателями успеха является постоянный рост количества участников. В этом году их впервые больше 200, а также эффект возвращения, когда одни и те же спортсмены приезжают на соревнования ежегодно. Вячеслав Кубис из Пензы бежал на всех четырех предыдущих стартах и готов зарегистрироваться уже на пятый юбилейный трейл. Я приехал сюда из Пензы, я посещаю все абсолютно старты Тавла Трейл. Мне этот трейл нравится, я считаю, что это один из лучших трейлов наших регионов и по количеству участников, и по организации, и по представленным дистанциям. Здесь прекрасный рельеф, прекрасная природа, замечательный брод, поэтому всем рекомендую приезжать на этот трейл. Мордовским колоритом здесь пропитано само место проведения – Тавла Трейла. В этом году стартовали и финишировали участники прямо у ворот Национального музея Этнокуда. Пока спортсмены преодолевали все сложности трассы, на выбор участников предлагались дистанции 10, 20 и 32 километра, в это время болельщики могли окунуться в атмосферу мордовской культуры, попробовать себя на ткацком станке, послушать песни в исполнении ансамблей, поучаствовать в мордовских играх «Тюштень на Оксимат», а также попробовать традиционную и национальную кухню. Первые финишеры появились через 40 минут после старта. Символично, что победу на 10-километровой дистанции одержал участник под стартовым номером один. Михаил Савелов из Пензы первым зарегистрировался на этот трейл и первым же его преодолел. Понравилось все, разметка шикарная, трасса шикарная, смогли в такой небольшой отрезок вместить и брод, и огромную гору, и огромный спуск, прям организаторы молодцы, все на высшем уровне. Если честно, я всегда смотрю соперников, кто... И я по большому счету боролся в этот раз с самим собой, приятно удивил парень, который финишировал вторым, долго не мог от него оторваться, и отрыв был не такой большой, как я думал на финише, поэтому парень молодец, а так я думал еще... Ну, я сам с собой боролся с... Почему, может быть, не побольше... Подготовка сейчас к другому старту идет. В рамках подготовки решили с тренером пробежать именно небольшую дистанцию, но хотелось бы в следующем году как минимум 20 километров стартовать. На аналогичной дистанции у женщин случилась обратная ситуация. Победительница забега Любовь Маргунова зарегистрировалась перед самым стартом, поскольку попросту не знала о проведении трейла. Участница чемпионатов мира, победительница международных марафонов в Саранске находится на сборах вместе с воспитанниками школы «Братьев Знаменских», «Юность Москвы». И на соревнованиях оказалось случайно. Приехала с детьми в лагерь спортивный, в биатлонный комплекс, и человек просто проходящий сказал, а пробегите-ка трейл. Я говорю, а давайте. Пробежала. Очень классная трасса, мне понравилась. Тяжелая, в меру тяжелая, в меру интересная. И по болоту побежали. Я даже кроссовки не снимала, чтобы ощутить весь колорит этого трейла по болоту. И потом очень тоже хорошая эта дистанция была и по лесу. Тропинки вперед, вниз, вверх, по землянике, по грибам, по веткам. В общем, все хорошо. Главная задача для организаторов трейла – это подготовка трассы. Маршрут должен быть безопасным, при этом желательно интересным и разнообразным по ландшафту. Ну и, конечно же, понятным. Ведь большую часть дистанции спортсмен бежит в одиночестве. Никакой карты, маршрута у него нет, поэтому все на дистанции должно быть максимально понятно. Плюс большая работа была проделана в плане организации досуга. И это уже отличительная черта тавла трейла. Частичку мордовской культуры увез с собой каждый участник. Юрий Осипов, Игорь Гангаев. Программа «Наш Спорт».